всем привет мои дорогие я очень рада приветствовать вас у себя на канале где я показываю стильные находки с алиэкспресс я вернулась из отпуска как и большинство селеров с алиэкспресс которые уже возобновили свою работу после китайских новогодних каникул и я начну распаковывать посылки и показывать находки к весне параллельно делая множество заказов новинок того что предлагают проверенные магазины алиэкспресс ссылки все находятся в описании под этим видео также дублирую на своем сайте сегодня посмотрим то что я заказывала еще до начала нового сезона зимой но все эти вещи есть наличие я проверила так что они вполне подойдут и на весенний сезон усаживайтесь поудобнее перед просмотром обязательно подпишитесь на мой канал мне будет это очень приятно кстати я получила ту самую заветную кнопку напишите мне обязательно в комментариях хотите ли вы распаковать ее вместе со мной у меня есть идея записать видео с распаковкой возможно ответить на самые популярные вопросы если вам такая тема будет интересно пообщаться со мной в таком живом формате обязательно отпишитесь и я оставлю где-то для вопросов возможно сделаю себя на сайте либо в телеграм-канале али визрон и там уже подробнее эту тему обсудим и будет возможность задать мне вопрос на который вы бы хотели получить свой ответ в общем обязательно ставьте лайк перед просмотром давайте скорее будем начинать и начать я сегодня хочу самой теплой вещи которые у меня осталось эту дубленку я заказала себе в магазине rziv потому что у меня такая дубленка уже есть из этого магазина из прошлого сезона я заказывала в прошлом году но ссылка на нее сгорела периодически я в ней появляюсь в запрещенной в российской федерации социальной сети меня спрашивают но ссылку я не могу дать так что я заказала подобную обновленность версию этой дубленки в этом же магазине это rziv но эта дубленка отличается тем что она двусторонняя очень интересное решение ее можно носить мехом на внешней стороне а так и на внутренней и смотрится она классно таким образом и другим общем я обязательно это вам подробненько продемонстрирую то есть у нее здесь не вшиты бирочки не придется ничего отрезать и карманы есть с двух сторон вот такие вот накладные красивые пуговки в черепашковом окрасе не знаю актуально сейчас дубленки вам или нет но дубленки я начинаю носить именно тогда когда уже чуть теплее чем минус 20 как у нас бывает обычно на урале я живу в екатеринбурге поэтому дубленки мы начинаем носить ну где-то в конце февраля в марте когда еще снежно и дубленка смотрится эстетично с окружающей средой но при этом в ней не так холодно я имею ввиду именно искусственные дубленки его из вот такого меха искусственного но это по плотности очень хорошенько намного плотнее если сравнивать ее с аналогами zara и она конечно же лучше по качеству но это такой азиатский бренд азиатский пошив поэтому все-таки немного маломерит на высокий рост не подойдет на где-то 160 165 максимум наверно 168 ну и на размеры xs с чуть-чуть может быть в сторону м но наверное не выше так что имейте это ввиду все таки она должна быть объемный идем дальше я хочу распаковать еще одну верхнюю одежду и у меня больше ничего из верхней одежды сегодня не будет это тренч тренч из искусственной кожи опять же то что актуально уже несколько сезонов подряд то что не выходит из моды искусственная кожа это супер практично об этом уже все знают и я думаю что многие любят такую одежду именно за то что если ты ее испачкал то ты можешь просто протереть влажной салфеткой либо любой другой салфеткой и это кстати супер находка именно для мамочек для тех кто гуляет с детьми в особенно в слякотную погоду я сама очень люблю такие тренчи из искусственной кожи и я нашла вот такой интересный вариант здесь как бы состаренная кожа она немножко как бы вот такая вот пожамканная структурированный но при этом он не очень плотный то есть он я думаю что будет достаточно легким хотя конечно же искусственная кожа она не дышит но здесь неплохая подкладка хотя это тоже синтетика скорее всего я конечно же сейчас проверю что здесь составе нам указывает продавец кстати в составе 50 процентов вискоза 5 процентов люрекс это странно и 45 п.у. и в подкладке 90 полиэстер то есть все таки это все полиэстер люрекс составит конечно интересно видимо это то что он блестит именно это волокно отвечает за вот этот вот самый блеск на у него хороший крой он в меру длинный у него есть разрез шлица сзади есть вот такие вот накладные клапаны и на манжетах есть ремешки классический крой на поясе по размеру это м к есть дополнительная пуговица в комплекте на случай если пуговка у вас отвалится но не здесь крепко пришиты так что я думаю такой проблемы не должно возникнуть карманы здесь имеются они не очень глубокие сюда скорее всего даже телефон большой не поместится так что для кого это минус я это сразу же отмечаю но мне у этого тренча нравится именно цвет такой состаренный коричневый как будто бы он уже поношенный несколько лет сейчас такие вещи в тренде такая эстетика поношенных вещей я кстати еще заказала куртку кожаную косуху укороченную но скорее всего по дизайну как zara я ее заказывала в танго да я ее уже получила тоже на весну но я вам такие совсем уже весенне-летние новинки планирую чуть попозже показывает когда у меня совсем закончится зимняя вещь ну хотя наверное уже в следующих распаковках так что обязательно подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик чтобы не пропускать новые выпуски потому что много всего интересного нас ждет впереди сейчас еще хочу показать вам сумочки мне показалось что это очень интересный вариант сумки из натуральной кожи двуцветный так как можно носить той стороной которая больше подходит к твоему образу сегодня я взяла в карамельно-белом цвете там есть несколько вариантов расцветок и не двуцветные тоже присутствует есть полностью черная какая-то серая либо бежевая базовые расцветки ярких здесь не представлена есть как двуцветные варианты так и однотонные у этой сумки широкий ремень только пришла в воздушном пакете у нее есть пыльник не фирменный это ноу-нейм бренд но достаточно хорошее качество видимо производится на какой-то фабрике которая производит изделия именно из натуральной кожи у меня из этого магазина уже несколько сумок имеются все они были точно сто процентов из натуральной одинаковой вот такой вот зернистой кожи так что очень они похожи по своему виду здесь присутствуют элемент бирочка кожи кто не верит может ее поджечь и понюхать как она пахнет есть внутри органайзер такая мини косметичка из ткани под замшу приятные на ощупь она на молнии но она очень небольшого размера однако чтобы в сумке ничего не потерять можно в нее положить самое необходимое сумка не застегивается никакой молнии здесь есть только вот такой крючок который зацепляется вот таким вот образом и в нее не такой легкий доступ получается то есть она не раскрывается но при этом все равно с точки зрения безопасности я знаю что многие не любят такие открытые сумки особенно те кто передвигаются в общественном транспорте здесь в любом случае можно все спрятать просто вот в этот органайзер ну либо закрыть только таким крючком то что нет никакой молнии либо кнопочки это для многих минус поэтому я этот момент обозначаю ремень здесь один он вот такой широкий длинный и мягкий он абсолютно пластичный это хорошо что он не жесткий слишком жесткие ремни я не люблю но и общая сама сумка по себе она вроде бы и имеет форму эта форма хоба но при этом она достаточно структурированная форму она хорошо держит и у нее жесткая достаточно но то есть она даже таким вот образом стоит и не разваливается хотя она полностью пустая внутри так что в принципе по качеству она мне понравилось и ручки у этой сумки тоже скрепляются вот такой вот кнопкой здесь нет каких-то лишних ниток неприятного запаха пахнет она вроде бы кожей так что в целом она мне понравилась еще одна сумка из этого же магазина и и я выбрала уже в таком весеннем ярком цвете не бежевый хотя здесь очень много расцветок 14 если мне не изменяет память это тоже натуральная кожа стоят они в районе 5000 рублей чуть поменьше возможно 4 600 4 800 курс качеств поэтому цены могут меняться заходите проверяйте я не все цены и помню на память я напишу продавцу возможно предоставит какой-нибудь промо код на эти сумки прошу не знаю не гарантирую здесь есть два ремня короткий и длинный и ремни здесь текстильный то есть ее можно носить на руке можно носить на плече используя тот ремень который вам более комфортен сумка в форме ведро на опять же не очень вместительная не гигантского размера но на каждый день оптимально сюда войдет кошелек сюда поместится телефон никакой ноутбук не поместится только лишь какой-то маленький планшет ну совсем размерами по упаковке все отлично все было проложено воздушными пакетами есть нефирменный пыльник такой от мини органайзер из искусственной замши и что мне опять же нравится то что при транспортировке ничего не повредилось да и форма у нее кстати очень актуальна и множество расцветок для тех кто не любит такой baby pink есть и более какой-то фуксийный розовый есть и не яркие бежевые черные коричневые так далее так что кому нравятся такие ноу-нейм бренды переходите смотреть а мы идем дальше и я хочу распаковать обувь это кеды я вам про них вам уже как-то заикалась рассказывала своих видео я кстати имела возможность зайти в магазин массе на дути и посмотреть на эти кеды в оригинале и получила свой вариант с алиэкспресс могу сказать что нет отличие у них абсолютно то же самое все мне конечно на алиэкспрессе не настолько дешевле если сравнивать например с ценами которые бывают и в рот это в европе бывает и дешевле но в дубае было дороже так что все-таки экономия есть и при этом это все то же самое на алиэкспрессе меньше наличия возможно они быстренько закончится я не знаю я обязательно напишу вам как они мне по удобству потому что я их еще не примеряла я пущу это где-то по экрану это размер 38 у них платформа скрытая здесь где-то сантиметра 4 прибавят вам в росте эти кеды по брендингу все соблюдено цвет кипина бе ну нет наверное я бы не называла его кипина белым цвет приятный белый чистый настоящий хорошо они смотрятся все сделано очень аккуратно и такие кеды не слишком спортивные в чем плюс бренда массимо дути у них все-таки обувь такая более классическая ее можно носить и не только лишь с джинсами и стильняшкой там либо с какими-то спортивными костюмами такие кеды я бы носила и с брючным костюмом и это бы смотрелось органично идем дальше а дальше у меня костюм из такой вафельной ткани в бежевом цвете у меня такой костюм есть еще в синим но мне синий не очень понравился я наверное опубликую в телеграме пост покажу несколько расцветок но здесь на youtube только вот такой бежевый сниму потому что синий он какой-то выстиранный вообще этот костюм предполагался быть у этого магазина костюмом на выход но материал немножечко танкова для этого я говорила об этом продавцу сказал что он выглядит больше как именно домашний костюм нежели как костюм с которым можно гулять хотя для лета в принципе этот вариант неплохой костюм состоит из рубашки на пуговках и брюк с имитацией ширинки брюки на резинке то есть все-таки это спортивный крой брюки нормальной длины на рост 165 но на рост выше они уже будут коротковаты так что на высоких это все не подойдет по размеру это м к здесь есть дополнительная пуговица был наверное размер м и л здесь не такой большой выбор по размерам так что все-таки подходит только на размеры xss и не на высоких 55 полиэстер 45 хлопок в составе цвет мне нравится цвет приятные бежевые в меру теплый не слишком он желтит на мой взгляд вообще абсолютно не желтит но по пригодности этого костюма для носки где-то на улице я если честно сомневаюсь только разве что летом потому что весной в нем будет прохладно ну а так прогуляться с белой футболкой надеть и рубашку вечером поверх можно с кедами будет классно смотреться такой уютный костюм и у него очень приятная фактура вафелька сейчас очень актуально следующий костюм это связанный трикотажный вариант он достаточно теплый так что для тех у кого еще продолжается зима и зима будет продолжаться еще пару месяцев как у меня можно обратить на него внимание он мне понравился по качеству из минусов я могу сказать что он немножечко электризуется но этот момент решаем он решаем либо тем что костюм можно протереть влажной салфеткой либо мокрой тряпочкой либо побрызгать антистатиком еще иногда стирка с кондиционером ручная здесь лучше бережная я бы в машинку такой вообще не пускала тоже стирка бывает этот момент решает я его еще не стирала еще не носила получила раскрыла посмотрела мне понравился он плотный удлиненный джемпер в косичку и брючки брючки по длине хорошие мне понравились и у них не очень плотная тугая резинка они отлично тянутся они не давят так что в них очень комфортно я бы такие носила зимой если носить их зимой например поверх термобелья в минусовую температуру можно будет комфортно достаточная плотности они не будут продуваться я бы носила их с угами и сегодня я вам еще покажу биргенштоки с мехом от которых я просто в восторге конечно обувь такая на любителя но обязательно досмотрите мое видео до конца я уверена вам понравится тем более я покажу вам аутфиты как можно классно эти биргенштоки приспособить в свой гардероб так вот с ними тоже такой костюм будет смотреться очень уютно здесь молочный красивый цвет по моему других расцветок здесь не было но по качеству все хорошо хотя это скорее всего синтетическая пряжа так что тоже это нужно иметь ввиду идем дальше и коробочка от ботудей это фабричный магазин обуви все мои подписчицы с ним уже знакомы наверняка здесь я заказала кеды кеды также на весну кеды наверное такие не очень подойдут на летний сезон так как они утепленные здесь внутри еще стелька с флисом с таким приятным материалом они при этом не очень плотные то есть это не зимний все-таки вариант но для весны в нашем климате будут отлично опять же для весны сухой так как здесь очень модная сейчас овчинка в бежевом цвете они по-моему были еще в более светлом какой-то молочные бежевый возможно тоже был по размеру я здесь взяла как обычно 240 на свой 37 у меня стопа примерно 237 я иногда беру 235 иногда беру 240 но у китайских у азиатских брендов в основном чуть побольше выбираю и они мне хорошо я еще пущу по экрану как они мне по удобству потому что я в них еще не не расходил их достаточно кстати вот с этим костюмом в косичку и с вот этой дубленкой ну конечно по сезону не знаю когда их скомпоновать но будет смотреться очень классно либо вот с этим кстати кожаным тренчем тоже будет классный лук и сумочка это бежево-коричневая возможно даже все вместе вам сегодня покажу посмотрим как все сочетается но на первый взгляд мне кажется что будет очень классно я люблю микс фактур мне всегда такой стилистический прием очень нравится но при этом все в моем стиле все такое бежевая кремовая нейтральная очень подобные цвета люблю и использую их чаще всего в своем гардеробе все у них по качеству отлично нет неприятного запаха я вам постараюсь максимально подробно все подснять как я уже сказала до сих пор в тренде меховые сумки и меховые кеды я очень давно ищу конверсы меховые и не могу их нигде найти они были раньше на эйсос но теперь эйсос не отправляют в россию искала я их у продавцов брендов но не нашла но нашла зато им достойную замену в своем любимом фабричном магазине еще один вариант обуви который я вам сегодня хочу показать это тоже massimo duty и это челси эти челси мне также понравились по качеству то как они сделаны мне кажется они сделаны очень хорошо ну и опять же здесь есть брендинг массимо коробка массимо на стелечке все очень аккуратно сделано все вам подробненько покажу по размеру это 38 тоже пущу по экрану как мне они по удобству они немного тяжеловаты то есть они весит где-то килограмм но для такой массивной подошвы это вполне себе нормально я вообще массивную тяжелую обувь люблю поэтому меня этот момент не смущает но я предупреждаю что еще мне в них понравилось это то что они достаточно высокие то есть их можно даже с укороченными какими-то брючками надеть у меня есть например джинсы по типу килотов но все-таки не килота чуть подлиннее и меня не всегда перекрывают щиколотку челси так вот с этими я думаю будет хорошо обязательно примере посмотрим здесь есть даже бумажка фирменная массе вы будете внутри молния исправно работает фурнитура золотистого цвета здесь есть пряжка на которой также присутствует надпись массимо и платформа платформа где-то сантиметра 4 опять же приподнимет вас от земли кстати очень аккуратный круглый кусочек это тоже плюс опять же то что я уже упомянула про обувь массе на дуть то что я в ней люблю это то что она все-таки ближе к такому классическому стилю лондон стайл такой мне очень нравится когда ты можешь надеть просто джинсы такие челси какой-то блейзер бежевый коричневый либо например гусиную лапку опять же в коричневой гамме будет очень классно смотреться и там простая белая футболка простой повседневный образ на каждый день готов без лишних мучений дальше мы смотрим спортивный костюм и этот спортивный костюм с укороченным свитшотом на резинке это магазин go plus у них неплохие бывают товары я периодически в этом магазине делаю заказы иногда мне вещи очень нравится из этого магазина иногда не очень в общем бывает по разному как и в любом другом магазине оффлайн онлайн на алиэкспрессе либо на других платформах принадлежность какому-то бренду не всегда означает то что качество этого бренда всегда будет супер бывает всякое здесь составит 70 процентов хлопок 25 полиэстер и знака мне не очень нравится здесь такие вот швы не супер аккуратно не какие-то все волной идут есть нитки торчащие и вот эта петелька она отваливается то есть нитки из него отваливаются нужно это все постирать опять же желательно на ручном режиме либо на бережной стирке машинки но у меня бывают садятся костюмы такие хлопковые так что я как-то все-таки стараюсь беречь одежду лишний раз ее не стирать машинки здесь брюки сделаны неплохо кстати брюки мне больше нравится даже чем свитшот они со стрелкой выпуклые они на резинке снизу они полноценные по длине по размеру это м к по моему я сейчас точно это скажу кстати возможно это был ванса ну нет здесь м к не помню был one size или нет было четыре варианта расцветки можно было кстати брюки брать отдельно брюки отдельно свитшот отдельно весь костюм стоил 2600 по отдельности наверное это где-то 1300 за каждую вещь то есть если вам свитшот такой не очень нравится то можно взять только брюки брюки неплохие но конечно костюмом всегда это выглядит интереснее и проще сочетать так как есть сразу же несколько вариантов как это носить кстати смотрите как по цвету тоже хорошо сошелся вот этот серо-коричневый цвет с вот этим костюмом сверху кожаный тренч вот этот состаренный тоже такой классный образ кстати повязку на голову можно надеть сейчас это тренд я публиковалась в телеграм-канале alivisron ссылки я заказала себе тоже буду экспериментировать с новым трендом волю за 100 рублей или было ходить либо хайли бибер такой вот будет модный образ дальше распаковала водолазку водолазка из магазина downtown divas который переименовался теперь называется как-то по-другому это водолазка с градиентом серый переходящий в бежевый она тоненькая она немножечко просвечивает так что под нее нужно аккуратнее с бельем но хотя серый цвет не так сильно просвечивает как бежевый так что возможно и не будет видно ничего непонятно где у нее передняя где задняя сторона это всегда минус таких как бы бесшовных водолазок но она вполне приятная на ощупь она мне в принципе нравится я наверное ее себе оставлю у меня много всяких топов водолазок long сливов сали и я их все ношу я считаю что топов много не бывает 30 процентов мериносовая шерсть между прочим здесь составе 50 процентов вискоза 10 процентов акрила 10 процентов high elastic пряжа в общем эластичная какая-то пряжа ну тоже наверное по типу акрила но кстати это будет все отлично греть так как шерсть меринос это конечно супер не всегда на али такое можно найти из хорошего материала какие-то вещи так что обязательно нужно себе сохранить я надеюсь что это еще будет доступно ссылочкой поделюсь в описании под видео отзывы возможно на нее также уже есть и можно с ними ознакомиться так заказывала я ее достаточно давно еще к зиме ну решила что и сейчас такая водолазка тоже актуально носить ее с серыми бежевыми брюками с черными будет классно смотреться я сказала про то что люблю разные топы с алиэкспресс всякие он сливы body и так далее я заказываю это просто постоянно футболки у меня вообще нет кстати каких-то топов из других магазинов кроме как соли ну я имею ввиду именно хлопковые футболки он сливы и так далее и вот я нашла в каком-то корейском магазине тоже интересные мне кажется варианты должен быть здесь хлопок там было такое красивое описание что он такой бархатистый нежный но действительно приятная на ощупь здесь есть разрезы по бокам белый черный цвет был доступен я заказала оба но почему-то прислали мне только белый возможно черные где-то потеряла по пути по размеру я здесь пытаюсь отыскать в бирке хоть что-то но скорее всего это был one size мне нравится по качеству в принципе неплохо и плюс в том что она удлиненная так что будет удобно носить и с джинсами скинни с джинсами просто сигаретами прямыми с леггинсами например со штрипками сверху можете повязать какую-нибудь клетчатую рубашку косуху надеть будет такой расслабленный панк style мне нравится по качеству хорошо еще одна такая же в черном цвете из того же магазина по цене они были в районе тысячи рублей это кстати чуть поплотнее это черный цвет но другая модель она как бы с начесом внутри то есть такой как аналог какого-то термобелья плотненько хорошенько и здесь карман пришит такими контрастными белыми нитками карман на груди находятся по составу в общем я не нашла здесь на китайском значится 60 35 и 5 скорее всего 60 процентов хлопок а на бирке которая переведена на английский здесь просто написано сто процентов high quality composition так что точно высокое качество этой ткани а что в составе мы вам не скажем я заметила нюанс у нее есть какие-то белые пятна белые следы я вот потерла вроде бы они оттирают возможно это либо пыль либо какая-то грязь налипла я не знаю что это но вроде как стирается обозначаю вам чтобы вы имели ввиду бывают вот такие вот моменты так что может быть стоит сделать выбор в пользу какого-то другого лонгслива ну я примерю посмотрим в принципе по качеству неплохо кстати я бы наверное это даже не лонгсливом назвала а больше свитшотом потому что здесь такие вот манжеты с пуговками еще заужающиеся заметила еще несколько ниток здесь так что не могу сказать что прям супер качество белая мне побольше понравилось она попроще и подлиннее это тоже хорошо так что все-таки белая лучше оказалось дальше я распаковываю джинсы джинсы пришли в таком пакете акме ground заказывала я их магазине рзив здесь в комплекте есть ремень тоненький кожаный как бы из кожи и тона в коричневом цвете цвет приятный но сам ремень не очень качественный можно лучше использовать какой-то другой свой они вот такой красивые бирки и очень плотный до ним мне нравится по качеству они тяжелые и сделаны они прямо таки неплохо такая красивая бирка мэдвиз до ним и шишечка нарисована по составу стопроцентный хлопок карманы сделаны как бы вот такие двойные здесь есть потертости но они не слишком контрастные оранжевые швы оранжевые швы всегда красиво смотрятся с чем-то коричневым опять же например за такой коричневой дубленкой как я вам показала с коричневой сумкой с коричневыми кедами так как повторяются да вот это вот нить повторяется с цветом с коричневой обуви будет хорошо с коричневой сумкой мне нравится по качеству на по росту я не знаю скорее всего они не будут полноценными по размеру сейчас я вам скажу по размеру по моему это была м к да это м как тебя я не помню были там какие-то другие варианты размеров можно было м к л к в общем переходите смотрите нет джинсы понравились на высоких они скорее всего не подойдут к сожалению еще один трикотажный костюм сегодня распакуем он тоже в бежевом цвете хотя здесь было множество всяких разных расцветок но я как всегда остановила свой выбор на бежевом потому что мне подходит под всю мою одежду здесь более тугая резинка чем у костюма который был в костичку и менее плотный материал тоже синтетическая скорее всего пряжа она конечно очень эластичная на хорошо тянется она скорее всего будет закатываться но как правило на такой гладкой пряжи машинка против катышек хорошо справляется она не цепляет хорошо все убирает я не думаю что прям после первой носки он будет закатываться но со временем в принципе это нормально для трикотажа любой трикотаж шерстяной кашемировый он имеет свойство закатываться синтетический тоже кстати здесь меня удивило что свитер более плотный чем низ чем брючки свитер с высоким горлом горло можно опустить если вы такое высокое не любите вот так вот как водолазку его просто подогнуть свитер прям плотный толстый такой тяжелый брючки чуть полегче сделали и вся фишка этого костюма в асимметричном крое то есть здесь отрезан нижний край у свитера здесь нет резинки он как бы просто не обработан таким вот образом он сделан и он по косой продлевается к талии немножечко удлиняя ваши ножки показывая зону бедра очень так деликатно в составе 50 процентов вискоза 30 полиэстер 20 нейлон но этот костюм скорее всего тоже уже появились отзывы так как заказывала я его достаточно давно но распаковываю только сейчас надеюсь что ссылка еще на него будет актуально в целом он неплохой за свою цену стоил он в районе трех с половиной тысяч рублей если сравнивать с тем что у нас где-то в оффлайне есть то я думаю что это нормальное качество не хуже чем какой-нибудь масс-маркет и мы переходим к самой долгожданной вещи к самой долгожданной посылки я очень давно на самом деле хотела попробовать биркенштоке я вижу что они очень популярны еще с прошлого года именно вот эта модель она называется по моему бостон здесь кстати возможно да на коробке тоже это обозначено это бостон я заказала себе ее с утеплением с мехом с овчиной но вариант на весну без утепления я тоже жду тоже от этого продавца здесь будет скрытая ссылка я оставлю и ссылку на алиэкспрессе скрытую и доступ к его сайту где можно выбрать по размеру что могу сказать здесь 38 это идет 245 они маломерят они мне прямо впритык я думаю что можно было брать и размер побольше если носить их например с носками как сейчас модно стилизовать какие-то толстые шерстяные носки в рубчик туда в носки заправлять какой-то низ например джинсы либо трикотажные джогеры это очень актуально это очень не всем нравится очень странно иногда выглядят да но мне вдруг это понравилось я решила тоже поэкспериментировать и взять себе их и в принципе я довольна качеством потому что я посмотрела оригинальные я не поняла за что там 20 тысяч рублей они примерно также выглядят то есть я не вижу каких-то сейчас отличий конечно у меня нет оригинальной пары рядом чтобы это все сравнить но так в целом почему бы и нет единственный их минус они немножечко пахнут клеем но я думаю что это все выветрится во всем остальном я не могу найти к чему бы к ним придраться они сделаны хорошо и коробка выглядит тоже презентабельно можно ее сохранить и хранить здесь было несколько цветок они все примерно одинаковые все в такой коричневой гамме кстати именно вот эта модель бостон ее сейчас не найти в оффлайн магазинах я во сколько не заходила биркенштоков не видела нигде нету именно бостонов есть вот эти вот открытые все закрытых вот этих вот нет такие бабушачьи тапочки да очень модные и наверное очень удобные кстати я их еще не выгуливала на улицу но в помещении в них конечно же комфортно как в тапочках вот такие интересные вещи мы сегодня с вами успели посмотреть не забывайте что все ссылки в описании под этим видео я в этом видео транслирую только лишь свое первое впечатление и свое какое-то личное мнение вывод о качестве вещей и выбор всегда остается за вами подписывайтесь на мой канал обязательно ставьте лайк мне будет очень приятно ставьте колокольчик чтобы не терять новые выпуски не забывать что у меня есть телеграма ливизрон куда я публикую еще больше разных интересных находок но мы с вами скоро еще увидимся у меня будет много всякого разного интересного контента и контент с находками для дома я тоже по вашим пожеланиям готовлю он в процессе так что обязательно подпишитесь и на колокольчик нажмите всем пока